Это кладбище народов. В отсутствии русских будет неважно ничего. Через пять лет таджики станут третьим по численности народом России. Вот еще недавно я посчитал бы сумасшедшим человека, который мне пытался доказывать, что русских нет. Можно вывести, знаешь, новые нации. Ну вот нации там Люберецкие. Не надо русских скрипсти, чтобы татар искать. Оставьте татар в покое. У меня единственный вопрос, почему до сих пор все ветераны, инвалиды и сироты не обеспечены жильем в России, если вы готовы даже гостей принимать? Здравствуйте. В собеседниках у нас сегодня Дмитрий Демушкин. Неравнодушный человек. Человек, очень много говорящий, думающий на тему русского вопроса. Я понимаю, звучит банально, но тем не менее я вот отставил. Русский вопрос. На сегодняшний день русский как таковы уже под вопросом. Я поясню свою мысль. Существуют разные модели, расчеты существования России как русского государства. Вообще существования России. Все они опираются на некие такие вот модели, сколько народу должно проживать на территории России, или то, что вот сейчас называется Россией. Я вот с этими границами, которые сейчас устояли, категорически не согласен. Они несправедливые. Это отдельный разговор, но те границы, в которых сейчас находится Россия, они несправедливы во всех отношениях. Так вот, существуют фундаментальные модели Менделеева, расчеты. Существуют более современные модели. Но все они более-менее сходятся в цифре, что для населения России, для русских, существует рубеж на этой территории, где-то 120 миллионов. После чего начинается стремительное падение и сокращение народа. Существует точка невозврата. Опять же, это, конечно, модели. Это где-то 80 миллионов. На сегодняшний день по официальной статистике, если ее признавать, у нас где-то 140. Ну, вообще, совокупно. Сколько там русских, сложно сказать. Вымираем где-то миллион в год. Даже если взять за отправную точку эти цифры, у нас 20 лет. Но в чем дело? Вот что смущает во всех этих идеях, моделях? Россия, как страна, это не поле, не колхоз, который должны возделывать какое-то население, какое-то количество работников. Мы говорим о народе русских. А народ – это совокупность понятий. Прежде всего, культура, самобытность, самоидентификация. И вот этот процесс здесь почему-то не учитывается. Помимо объективного вымирания, сокращения населения, есть еще растворение населения. К нам заезжает огромное количество не всегда дружественно настроенных мигрантов. Не то, чтобы они нам враги, но они нам впрямую не друзья. Они не становятся членами семьи. Я понимаю, почему ты хмуришься, но я буду вещи называть своими именами. Причем более того, такой вот очень интересный эффект. Мы только что об этом говорили, правда, за кадром, с депутатом Парфеновым. Парфеновым феномен существует. Вот прибывающие к нам, в основном из Средней Азии, из Кавказа, они представители, как бы это сказать, такой более архаичной, что ли, культуры, родоплеменной. Им вот эти вот все политические игрушки до фонаря. Они понимают, какого они рода племени. Они понимают, кто их предки. Они более консолидированные. Свою культуру они сохраняют. И получается, что они вот в нынешнее кипящее время более эффективно выживают. Они хорошо очень воспроизводятся. У них многодетные семьи. Они, главное, селятся. И вот если принять в расчет этот фактор, то русские растворятся и уйдут вот с политической жизни. Вообще, как социум консолидированный, намного быстрее. Плюс потери культуры. Культура – это обязательное условие, культура народа, самоидентификации. Вот примерно так мой обзор. Как прокомментируешь? Смотри, вот знаешь, за что сейчас прям сидел и волновался? Что почти каждый тезис можно подробно было бы разобрать. Я просто боюсь, что сейчас начну от начала и забуду очень важные такие вехи. Но ты начал с русского вопроса. Что может быть в России более важным, чем русский вопрос? Вне сомнений, какая бы ни была политическая модель наша, экономическая модель, как мы будем там выстраивать свои взаимоотношения в обществе, для всех очевидно, что если русских не будет, то не будет существовать конструкция, которая называется Россия. А если она существовать и будет, то нам до нее с тобой будет далеко наплевать. Даже если что-то там и будет называться Россией без русских, думаю, что ценность этого никакой ни для кого нести особо не будет. Надо понимать, что государство само по себе, как конструкция, никакой этнический фактор учитывать не обязано. Ну, я тебе скажу прям как есть, что все атрибуты государства могут сохраняться даже при том, что русских не будет. Более того, государство может быть антирусским. Например, отрицать русских как этническую группу. Ну, говорят, что русских нету, но поэтому же все атрибуты государства сохраняются. Поэтому, когда нам вообще вот власти делают манипуляцию, что ты там против действующей власти, ты, значит, враг народа, ты не любишь свою родину, свое отечество. Понятно, что понятие родины, понятие государства, то есть русского народа, понятие государства и его превосходительства, это абсолютно три разных понятия. То есть, если государство, это производного от русского народа, русский народ создал государство, а не наоборот, то уже государство, причем государство у нас за время существования много раз менялось. Оно было в формате Российской империи, было в формате Советского Союза, Российской Федерации, оно менялось и в границе, и с политическим строем, а уж количество царей, генсеков там и президентов менялось многократно. И это как раз переменные, которые меняются. Неотъемлемый здесь русский народ. И ту концепцию, которую они сегодня предлагают, низвести русских до общности, то есть никаких русских этнических не существует, а есть некий русский народ, который предлагают, вот все, кто получил паспорт Российской Федерации, считать русским, в мировой практике есть два определения, два определения нации. С одной стороны, это политическое, когда некую территорию, общность называют нацией. С другой стороны, этническое. Они друг друга не противоречат, они существуют абсолютно параллельно. Это не два понятия, которые не враждуют. Но никогда еще самоидентификация и этническая составляющая не давалась паспортом. Ну, тогда просто возникает явно курьезный момент, что таджик, получающий паспорт Российской Федерации, становится русским, а русский, сдающий паспорт Российской Федерации, русским быть предостает. Ну, такое не может быть. Русские, они живут независимо от того, есть у них паспорт или нет. Есть народы, которые по миру живут тысячелетиями, тысячелетиями вообще не имеют своего государства. Евреи не имели своего государства тысячи лет и остались евреями. Уйгура не имеют своего государства. Там много народов. Ну, цыган, только не забывай, наше все... Нет, ну давай цыган, курдов давай вспомним. У них тоже нет своего государства. Но, по сути, мы много народов имеем, которые абсолютно без... И не имея государство, проживающее по миру, свою национальную самоидентификацию, Культуру, менталитет Эпос своих героев Своё понимание исторической Эта миссия, они сохраняют И они это всё несут Им государство в этом отношении не мешало Так вот Почему такой вопрос сегодня возник Вот смотри, что нас заставляет С тобой вместе быть патриотами России, вот патриотами в хорошем смысле Этого слова, а не в том, который сейчас Нам навязали, вот смотри Что нас заставляет быть патриотами Государства Государство нас в том числе Заставляет быть Наш комфортный круг существования В котором мы находимся Ведь ни границы На которых я не был, ни фабрики Ни заводы, ни поля Ни берёзки составляют Ту суть, которую я вкладываю в понятие Родина, да, само по себе Потому что ни места, где я родился Ни места, где я вырос Все места, где я родился и вырос, их не существует Мой детский садик снесли Там торговый центр, дома снесли Там нету ничего от этого Меня, моя общность Вот в которой я существую Этническая, религиозная Да, она неоднородная Но тем не менее Она мне благоприятная По большей части Моё понимание Менталитета, культуры Она меня устраивает Если эта общность Поменяется, почему мы должны Быть патриотами чего? Погода и берёзок В Канаде есть Берёзки, погода и лучшие условия Для социального развития Что она заставляет? Именно вот это Поэтому без русского народа Они понимают, если это выдернут То возникнет вопрос А какой русский мир-то они несут? А какую русскую идею они несут? Почему этот продукт Вне границ РФ Преподаётся как русский мир Если он внутри России уничтожается? Теперь по поводу моделей Действительно Россия логистически Очень большая территория И абсолютно неосвоенная С точки зрения экономики У нас всю страну огромную Фактически ветка Транссиба связывает Это невозможная логистика У нас территории Ну находятся в состоянии развития Процент, наверное От возможностей их мощности Которую они могут делать И в этой экономической модели Сегодня мы всё население Сконцентрировали в нескольких Крупных мегаполисах Ну половина населения У нас живёт в 10 городах Даже более И вот кстати по поводу мигрантов Тоже интересный момент Когда президент говорит Размазывая по общей численности Население России Говорит, дескать Ну на рынке труда У нас же мигрантов В процентном соотношении Не так и много Президент забывает Одну вещь здесь Что если мы посмотрим 16,9 миллионов Зарегистрированных мигрантов Которые МВД нам даёт цифры 16,9 миллионов Мигрантов То большая часть из них Сконцентрирована всего В двух мегаполисах Москва, Московская область Санкт-Петербург И Ленинградская область А здесь уже И 88% приезжающих Это взрослые мужчины Из них Здесь уже По мужскому населению А скоро будет паритет И когда власти Начинают задавать Аризонные вопросы Вот ты говоришь Вопрос демографии Он основной Вот вопрос демографии Можно решить Не просто быстро А очень быстро Ну в чём проблема Решить вопрос демографии 100 миллионов китайцев Готовы будут переселиться За Амур А то я удивился Я понял Да, может быть способный Они больше могут Сейчас беженцев С Палестиной Можно принять Принимать столько же Сколько у нас Идёт убыль населения Официально Ну конечно можно Спасибо Если ты Чисто математикой Здесь рассуждать Нет Здесь конечно можно Но чтобы это делать Они понимают Вот смотри Начались вертолётные Раздачи паспортов Только таджиков 160 тысяч В этом году Получат паспорта Российской Федерации Плюс там Все остальные Хотя они лидируют Там и близко Кстати нет Никакой Украины Казалось бы Да Оттуда должен быть Главный поток Нет На четвёртом Или пятом месте Стоит Огромнейшее количество Мигрантов Которые поезжают С традиционного общества Действительно здесь Неплохо плодятся Ты правильно заметил Они лучше здесь Интегрируются Почему Где происходит Ассимиляция Там где человек Попадая в чужеродную среду Вынужден приспосабливаться То есть он попал В коллектив Он видит правила Он понимает Что ему надо знать язык Ему надо знать Как себя вести Ему надо приспособиться Ему надо стать Максимально своим И у него будет Возможность По этой лестнице Куда-то вскарабкиваться Это работает Когда ты не завозишь Миллионы мигрантов Когда они приехали Они приехали к своим Они беседуют На своем языке Они никуда Интегрироваться Не собираются Они собираются Интегрировать тебя Потому что Ты не понимаешь Как женщина Она должна одеваться Ты не понимаешь Какого бога верить Ты не понимаешь Как мужчина Себя должен вести Ты не понимаешь Почему Аллах ему Эту землю дал И ты просто Не понимаешь Ничего Он тебя будет Интегрировать Он не будет Интегрироваться Для него Это не чужеродное общество А почему Ему здесь легче Да все очень просто Поезжая сюда Он уже заранее Получает Тысячи земляков Которые Что-то Уже здесь сделали Он моментально Выясняет Какие денежные Пособия ему Положены Они тут же Оформляют себе Инвалидности На себя На детей Получают Все возможные Пособия Потому что Везде уже есть Земляки Которые сидят Они знают В какие клубы Они будут ходить У них есть Параллельная Москва Сегодня Зоны отдыха Клубы для них Места досуга Где Мигранты с мигрантами Взаимодействуют Зачем ему Интегрироваться Куда он должен Интегрироваться Власти Понимая Все это А еще Давай скажем Такой момент Мы переписи Населения Не верим Не верим Вот я не верю Я честно скажу У меня есть на это Обоснованные Абсолютно Причины Я считаю Что переписи Населения Сильно завышенная Я знаю Что были заинтересованы Субъекты Российской Федерации Завышать Они получали Дополнительное Бюджетное Ассигнование Поэтому они все Себе делали Подрисовки Люди Которые входили В перепись В комиссию Я с ними общался Они уже на тот момент Мне утверждали Что сильно завышено Количество населения Более того Служебная карта У меня там была Определенная Где один из Населенных пунктов Когда я его Поезжал в Костромскую область И там числилось Я уже не помню Какие там цифры были Но условно говоря Там 30 тысяч человек Где 600 домов Я понимаю Деревенских Ну сужать не может Я понимаю Что это все Приписки Ну ладно И что делать властям Допустим Власти поняли Что людей мало Русские сокращаются Катастрофически Соответственно Идет Угроза Сепаратизма И развала страны Потому что Процент русских Сокращается В регионах И тенденция Это явно будет продолжаться Паспорта вынуждены Раздавать мигрантов Наивысшая рождаемость В России Это республики Кавказа И еще несколько Национальных республик Самые вымирающие Это русское Золотое кольцо Ивановское Ярославское Исламское Все что с этим связано Плюс катастрофическая Рождаемость в городах В урбанизации городов Вот эти студии По 14 метров Которые сейчас массово Скупают семьи На 20-30 лет В ипотеку Они никогда Не заведут Никакие семьи Там ни двух Ни трех Ни десять детей Понятно что Это невозможно просто В этих студиях В этих комнатушках делать И власти понимают Что это будет продолжаться Что они делают Они говорят Что русских нет Почему вы создаете Вот Пескова задает вопрос А в чем количество Русских сокращается Он говорит А мы русских не выделяем Никак из общей массы жителей И они придумали Такой процесс А давайте мы все Это назовем русским народом Всем кому мы даем паспорта Я беседовал с этими людьми Которые концепцию предлагают Я говорю А как это так Вот вы же не русский сам Причем все почти люди Которые предлагают Не русские Так получилось у них случайно Они говорят Ну я говорят Ну надо фамилии Называть в таком случае Я русский татарин Я русский аварис Я русский этот там Ну точнее русский Точнее татарского происхождения Русский азербайджанского происхождения Я говорю А если я русский Ну то есть я русский Русского происхождения У вас будет Он такой Не ну так Не будет Я только Понятно То есть русских Просто лишают нации Зачем Чтобы сделать всех Вот эту общность Такую русскими и убрать понятие русскости именно в том понимании, как его понимают везде, куда мы пытались этот русский мир провести. Сейчас они увидели, что что-то это странная какая-то общность непонятная, которая к русским этнически не имеет отношения зачастую. Именно. И люди смотрят, а что это такое они здесь хотят сделать? То же самое, что ли, у нас? Нет, спасибо, не надо. И у них эту проблему они решают как умеют. Поэтому вопрос демографии будет решаться переселением беженцев и мигрантов. В противном случае они считают, что территория просто будет занята. Кстати, я с ним согласен, что если они ничего не сделают, они ничего последние два десятилетия и три десятилетия не делали для этого, территория действительно неизбежна, рано или поздно будет кем-то занята. Любая земля сегодня, которую мы видим, это кладбище народов, которые там проживали когда-то в какие-то времена. Мы вот если возьмем историю любого кулачка земли, мы увидим, что огромное количество народов и племен там проживало, и многие из них давно сошли с исторической сцены. Поэтому русский вопрос в России будет всегда очень главным. Без него мы никуда дальше не пойдем. В отсутствие русских будет неважно ничего. ни коррупция, ни армия, ни политическая модель, ни экономическая модель, о которой мы будем спорить, плановая она или рыночная. Любая модель и любая конструкция крепятся на народ сначала. И народ уже, как носитель, его вот под себя эту модель подводит, потому что у каждого народа есть своя ментальность, есть свой уровень культуры, есть свое понимание, и любая модель, она всегда все-таки учитывает, в том числе и национальные особенности, потому что не даром вот эти поговорки, что русскому хорошо, то немцу смерть. И это касается в том числе и русских, когда на них пытаются что-то натянуть абсолютно чужеродное, что они душевно не хотят принимать. И нация тоже этому сопротивляется. Но сегодня вот стоит вопрос о выживаемости нации, и стоит он очень остро. И если мы его не решим, то Россия закончится, причем для многих из нас она закончится раньше, чем де-факто она закончится на картах. Абсолютно. Чем закончится название страны? Я с этим не согласен. Да, чем закончится название? Вот так вот. Вот, я бы так, да, согласился. Причем вот ты ответил, если ты говоришь, что я много тем обозначил, ты в своем ответе еще, по-моему, больше отчеркнул. Ты там так проскочил, но меня обожгла мысль одна. Вот они сюда приезжают, неважно какой национальности, они сплоченные, они селятся группами и так далее. А что это такое? Они потом разделятся по этому анклаву, они разорвут потом то, что мы называем Россией. Конечно. Россию они разорвут в клочья. Конечно. На своей региончике. Вот эту тенденцию, это не опасно, это естественное развитие подобных переселений. Они не смешиваются. Я сейчас опираюсь именно на то, что ты сказал. Я согласен с этим. Вот смотри, сегодняшняя раздача паспортов, если эта тенденция, она несколько лет по таджикам сохраняется, что почти половина населения Таджикистана присутствует в России, получает временный вид на жительство, а позже и гражданство. Причем половина по опросам официально эта Федерация мигрантов России проводила. Из них поезжают с целью остаться. То есть это не сезонные рабочие, как там рассказывают. Иначе бы все детские сады и школы не были заполнены детьми мигрантов. Ну что, они тоже сезонные рабочие, что сюда приехали? Существует большая индустрия именно приехать сюда жить. И у них налаженные структурные диаспоральные механизмы, как получить гражданство, и они все идут по этим механизмам. Уже выстраиваясь в очередь, им диаспора это все обеспечивает. Недавно, кстати, сегодня, да, абсолютно антирусский закон был, обсуждался, что вместо депортации теперь можно ее заменить штрафом. Ну, то есть это прям диаспорам указывают конкретный прайс за тех, кто абсолютно не попадает в рамки поведения здесь. Просто за них можно заплатить 30-50 тысяч рублей, и место депортации он здесь останется. Ну, это как бы путь все в ту же сторону. Поэтому сегодня, несмотря на всю вот эту шумиху по мигрантам, хотя вот вы же видите, да, с одной стороны власти где-то эту тему тоже поднимают, но с другой стороны все законодательство и все, что они делают, работает в другую сторону. Если сегодняшняя тенденция раздачи паспортов таджикам сохранится, через пять лет таджики станут третьим по численности народом России после русских и татар. Да. Третьим народом вполне могут стать. И если они станут третьим народом, ну, здесь действительно логично уже требовать отдельных прав каких-то, национальных школ, изучения языка, культуры, ведь мы же заявляем об этом, что вот мы думаем о малых народах, о сохранении их культуры, самобытности, традиции. Русские националисты главная повестка. Точно так же, как мы заботимся о русском народе, заботятся и о всех национальных меньшинствах. Так те же таджики резонно скажут. А где вот у нас миллионы здесь соотечественников живут, уже граждане России, и миллионы, миллионы живут, которые не граждане, но хотят ими стать. А где наше языковое поле, где наши традиции, где... Вот мы традиционно живем в Москве, так вышло, таджики скажут, вот они тебе принесут статистику, почему в Москве у таджиков нету там 500 мечетей. Потому что они вот скажут, смотрите, по численности нам нужно построить 500 мечетей, чтобы всю нашу диаспору здесь вместить. А еще братья киргизы, братья узбеки тоже присоединяются. Вот у вас есть в Москве несколько тысяч храмов, но вот мечетью у вас абсолютно нехватка здесь, да? Ну, они же адресонны, эти темы, будут поднимать. Не, будет не только мечеть. Если так, то мадресе тоже понадобится. И власти нам начинают, русского народа нет. Причем, власти, мало того, что политиков, они к этой теме подтянули всех наших ученых величайших, которые... Ты сейчас ключевую фразу сказал. Вот именно это нам пытаются объяснить, что русского народа нет. Вот это да. Нет, конечно. Вот они, смотри, они сейчас те люди, которые многие годы писали научные работы о русском народе. Сегодня, не моргнув глазом, говорят, русских нет. Я вот столкнулся с этим. Вот в начале тоже передачи это говорил, что этот вопрос под вопросом стал. Вот еще недавно я посчитал бы сумасшедшим человека, который мне пытался доказывать, что русских нет. А сегодня это делают депутаты, сегодня это делают ученые, которые писали же статьи об этнической составляющей русского народа. И они, знаешь, как они делают? Я вот сижу на дискуссиях уже три десятка лет с ними. Лоббисты-мигрантов и эти ученые, это, как правило, одни и те же люди. Они сидят и мне доказывают. Ну вот посмотрите, там, Дмитрий, ну какие русские, там, вот это по скребе русского найдешь Татарина, да вы там, да вы там это, да вы там вот это псевдонаучную ерунду. И ты сидишь и думаешь, ребят, вот вы все когда собираетесь, вот кто занимается сегодня народами? Социологи там какие-то, какие-то историки, какие-то языковеды там ищут, где слова, какие родственные были. Я говорю, вот вы, знаете, вот если вы через сто лет кто-то посмотрит вот с вашей позиции на сегодняшнюю Москву, можно вывести, знаешь, новые нации. Ну вот нации там Люберецкие, да, ну солнце. А что, смотри, у них есть общность в одежде, вот тут малиновые пинжаки, цепи. Это сильно. Они ходили, да? Да. Они ездили на Мерседесах, 600-х, 500-х, это была схожесть, да? Они лысые головы там болели, да? Ну по большей части. И вот если вы все соберетесь, вы тоже начнете рассказывать, что это некий новый народ, новая нация. А потом придет антрополог и скажет, да нет, три русских, два татарина, один удмурт. И никаких вопросов у него не будет. Вот у антропологов никаких вопросов нет ни у кого. Где там русские, где там нерусские? И вот ты им сколько угодно про скрипсти рассказывай, но они говорят, сколько ни скрипсти, у тебя монголоидных скул у тебя от этого не добавится. Никуда ты монголоидом ты не станешь. Генетически это не подтверждается. А вот социологи, историки, вот эти все сейчас псевдоспециалисты, они не псевдо, они там сами по себе это специалисты в своих областях, они нам сейчас будут выдумывать новую общность. Вот они говорят, русские, кто такие русские? Они говорят, русские это там какой-то сбор там древляний, поляний, кривич, вятич и не пойми кто там. Дескать, нету такого русского народа как этнической группы. Хотя еще недавно сами же писали про эту кучу работ. Их там из зарубежных работ российских, вот мы сейчас собрали ученых, написали, кстати, у меня татарин из Казанского университета работает в этой группе, которая доказывает, что не надо русских скрипсти, чтобы татар искать, оставьте татар в покое. Тоже работает. На самом деле это в том числе будет большое сопротивление и в малых народах, и не в очень малых народах встречать. Они же, у них даже не русский народ, здесь главная проблема. Вспомни, единственный пункт Конституции, который Путин не смог изменить. Это о государство, образующем статусе русского народа. Вот он свой срок обнулил, кучу там, международное законодательство упразднил, много чего он напринимал, и где он остановился, где он споткнулся на пункте государства, образующего русского народа. Когда диаспоры, определенные, и татары встали на дыбы и заставили его переписать под язык государства, образующего народа. Вот под язык образующего народа подходят вот эти все псевдообщность русский народ сегодняшний, которую они сегодня создадут. Причем сначала они это закидывают как в окно Авертона, как какую-то абсурдную идею, потом начинают спорить о минусах и недостатках, а потом тебе преподают это как должно, это же всегда так считалось. Вот я много лет занимаюсь русским вопросом, и я знаю, что никогда это нормой не считалось. Но скоро, поверьте мне, они будут утверждать, что так было всегда у нас. И целенаправленная политика отъема национальности из паспортов, которая еще давно началась, замещение русских сегодняшней, погляди, кто всей миграцией занимается, кто все строители сегодня, кто высказывается за лоббирование и миграцию. Вице-премьер Хуснулин, Набиулина, что во всем в росте цен. Ты знаешь, что националисты виноваты в росте цен? Ну да. Потому что уровень ксенофобии не позволяет им нужное количество рабочей силы завести, и поэтому националисты виноваты в росте цен. Я никогда бы не подумал, что так можно вывернуть этот вопрос. 8 миллионов им не хватает. Последний раз они высказались. 8 миллионов. Ни одни цифры они не могут обосновать. Ни Минстрой, никто. Они, кстати, официально Минстрой всего 200 тысяч заявил им нужно. То есть цифры-то вообще небольшие. И все, что они заявляют, и они вот обрабатывающая промышленность, да они не едут в мигрантовых обрабатывающую промышленность. Они едут в два мегаполиса в основном. Основная доля мигрантов. Вот. Которые здесь создают и без того невероятную плотность населения. Они вот что же, они там по матушке России по полям размазываются, чтобы там что-то начинать, что-то строить, что-то делать. Да нет. Они поезжают на готовую инфраструктуру. Кто все не платит за мигрантов. Вот смотри, у нас предприятие, которое сегодня напрямую заключает договора с правительствами других стран. Смотри. ПЭК, крупнейшая логистическая компания, напрямую заключила договор с министром трудовых ресурсов Таджикистана о завозе нужной рабочей силы. Дальше. АвтоВАЗ с Узбекистаном заключил напрямую соглашение на завозе мигрантов. И сейчас огромное количество основных предприятий также это делает. Причем я не понимаю, почему иностранные агенты какие-то там бегают, а не вот эти ребята, которые миграционную политику страны с другим государством обсуждают, сколько они будут завозить и оплачивают им дорогу. Причем почему-то они нам дорогу мигрантам оплачивают, а депортацию их за счет бюджета проводится. А кто оплачивает давление на инфраструктуру? Мигрант налоги начинает платить завтра. А инфраструктура он же пользуется, она же создалась десятилетиями, а кое-что даже поколениями. Сегодня что, достаточно у нас врачей? У нас не переполнены поликлиники? Или мигранты не болеют, которые сюда приезжают? У нас что, сегодня достаточно детских садов и школ? Мне каждый раз, я спрашиваю, если правительство Российской Федерации заявляет, что готово принять там 300, 500, миллион беженцев, у меня единственный вопрос, почему до сих пор все ветераны, инвалиды и сироты не обеспечены жильем в России? Если вы готовы даже гостей принимать, почему у нас люди десятки лет стоят в очередях, еще советских, те по социальным этим, почему вы им тогда всем не дали? У нас еще ветераны есть, которые квартиры не имеют, не получили. Если вы готовы принимать бесконечное количество людей, у нас этой группы уже быть не должно вообще получается. И кто занимается местными жителями? Вот вы обеспечиваете сегодня перевозку палестинцев сюда. Правильный вопрос затронул. Где остаются все эти общности, когда встает этнический фактор, а над ним еще религиозный? В заднице. Посмотри, бои UFC последние, предпоследние. Выходят в Арабских Эмиратах, дрались много выходцев из Советского Союза и Россия. Из России. И они выходят все эти бойцы и просят своего главного послать их с автоматом в Палестину. А у меня вопрос, а почему в Палестину? Чем далекая Палестина этим выходцам с Кавказа так вдруг стала ближе, чем вот соседняя Украина, там Путина своего ведет. Почему они туда не просят его повезти? А потому что плевать им на эти факторы общности. Русский народ, россияне. все это разлетается мгновенно. Посмотри в Лондоне сегодня. Сотни тысяч демонстрантов, беженцев, которые приехали в гости, выходят в своей национальной одежде и требуют от правительства Великобритании принятия политических мер. вы хотите здесь что? То же самое? И вот сегодня мне тут недавно звонят с Израиля с пятого канала, берут интервью. Я говорю, ребята, а вы же всю жизнь боролись с правыми движениями всей Европы и России. Вы же всю жизнь боролись. И они мне прямо говорят, да, мы проглядели. Я говорю, вы же все уничтожали любую национальную идентификацию, любое национальное движение любой страны. Вы, ваши все организации, фонды финансировали борьбу с любыми проявлениями там национализма и так далее. А сегодня вы пожинаете то, что вы получаете миллионные митинги по всему миру против себя и такие маленькие там интеллигентские пуки за себя, где там кто-то там несколько сотен человек где-то вышло. Я говорю, вот ваша политика. Вы кому? Это Европе делали эту яму? Нам? Но получите ее себе. И, кстати, в самом Израиле проблема то же самое. У них тоже леваки, которых понаплодилось, ну, леваки в понимании европейских, у них то же самое понаплодилось и там. За борьба вечно за какие-то там меньшинства. Они вечно воюют за свободу палестина, за трансгендеров, за что угодно, только не за здоровых людей. Так что это у них ущербно уже сам по себе. В их концепции за них бороться не нужно. А сейчас все наоборот как раз. Уже надо бороться уже за нормальных обычных людей. За их права. Но это мы уже в целом залезли. Но в России, конечно, эта ситуация сейчас выглядит трагично. Особенно те, кто в это немножечко погружается, как мы. Нам не все равно, что такое Россия. На нас вот эти вот присказки не работают, что мы все без рода и без племени. Я всегда отвечаю, если вы не знаете, с кем спали ваши мамы и бабушки, не надо проецировать на всех. Мне постоянно приходит кто-то и говорит, а я вот не могу определить, кто я по нации. Но это твоя проблема, не моя, что ты не знаешь. Раньше это скрывали и стыдились, а сейчас вы этим гордитесь. Есть матерное слово, которое описывает такое происхождение. Я говорю, раньше этого стыдились, когда они знают. Именно. Ну, да, самая идентификация мне понятна. Если у тебя там есть какая-то смешанная кровь, но ты себя идентифицировал как русский, здесь вопросов нет. Никто тебя мерить не будет бегать вокруг тебя. Это мы абсолютно понимаем. Но если ты этнический азербайджанец, приходишь в союз армян и говоришь, я хочу быть армянином, он тебя смотрит как на... Или наоборот, да, в Азерос армянин придет и говорит, я хочу быть... Ну, говорит, ну, ты у тебя, может быть, дедушка хотя бы был армянином, нет, там, или Азербайджан, нет, ну, извини. Тоже знаешь... Ну, я думаю, что в лучшем случае медсестру позовут, это в лучшем случае. Ну, да, скажи. Ну, что-то у него там более резкая реакция. Что-то у него там заболело, да. Потому что... То есть отнесутся к этому как к цинизму. Вообще, я думаю, будет резкая реакция. Да, этническая составляющая, она наряду со всей остальной тоже присутствует и присутствует от Бога, потому что все создал Бог. Когда мне постоянно пытаются там вычленить фразу Элина и Уидея, да, я говорю, да, для Бога нет разделения, но здесь-то мы созданы разделенными, поэтому не надо это все смешать, потому что все смешать это как раз вот туда, ближе к церкви сатаны, когда все вы хотите смешать и сделать непонятную общность и построить свой новый Вавилон, который будет разрушен.